У каждого животного в этом приюте своя история. Марина Селезнева, руководитель приюта, показала Елене Сорокиной, как живут здесь собаки. И рассказала о судьбах некоторых из них. Животных очень много на улице. Это шурупчик. Он хорошо себя чувствует только в таком помещении, потому что он из подвала. Он сожил там несколько месяцев с ломаной лапой, на зубковой. Выловил три дня, он там в трубах. Дикий-дикий совсем был. И он вот так у нас живет, потому что в других моментах он стрессует сразу. Но это мог хорошо, когда он в закрытом помещении. То есть он хороший, очень ласковый, но он в чужих людей очень боится. Осмотрев территорию и вольеры приюта, Елена Сорокина была очень растрогана лохматыми подопечными Марины. Она обсудила дальнейшую работу службы по контролю за безнадзорными животными и отметила, что у сотрудников приюта накуплен большой опыт, который нужно использовать. Вашему учреждению быть, это точно. Давайте думать, как, каковы функции ваши будут. То, что сейчас вступает в действие новый закон, и Рязанская область выстраивает отношения по исполнению федерального законодательства, мы с вами все это видим. В Рязани, как и в других муниципальных образованиях, доведены средства. Нам 14 миллионов довели на отлов, на вакцинацию, стерилизацию собак. И затем собаки провакцинированные, стерилизованные должны быть выпущены в естественную среду обитания, если они не представляют угрозы для окружающих. После проведения торгов будет определена организация, которая возьмет на себя функции по работе с животными в городе. В приюте будет ветеринарное отделение, пищеблок, помещение для раздельного содержания щенков и взрослых псов. Вы нужны нашему городу, ваша доброта, ваши силы, ваша любовь к животным. Вы нам нужны. Вы, ваше учреждение, это центр всего волонтерского движения. Это управленческий центр по изменению отношения к животным в Рязани. Надо сделать так, чтобы животных покалеченных не было совсем. Чтобы собаки все были здоровы, чтобы они не нападали на людей, чтобы они мирно жили с людьми. Глава городской администрации поручил управлению благоустройства совместно с Мариной Селезневой осмотреть участки подстроительства. Управлению экономики и цифрового развития надлежит проработать вопрос вовлечения частных инвестиций в этот проект.